Вместо подарков на праздник – миллионный ущерб. Директор гимнастического клуба «Импульс» возобновить свою деятельность, кажется, сможет не скоро. 23 февраля его спортзал практически полностью сгорел. Предположительно, причиной могла стать искра, возникшая при монтаже оборудования. Проводились ремонтные работы, и через какой-то промежуток времени произошло возгорание. «Естественно, мы не могли делать над материалами, которые легко воспламеняются. Соответственно, мы все очистили, все обрали. Заранее, днем ранее было, все выгребли, чтобы не дай бог. А потом, как это произошло, я не могу сказать точно». После возгорания Александр попытался справиться с огнем самостоятельно, но ничего не вышло. Пламя распространилось быстро и даже перешло на соседнее помещение – типографию. Тушить пожар выехало 13 машин спецтехники. Никто не пострадал. «В настоящее время проводится доследственная проверка. Все обстоятельства пожара уточняются. На месте пожара также присутствовали дознаватели отдела, которые занимались установлением причины пожара. И на месте работала пожарная испытательная лаборатория города Челябинск». Спустя два дня после этого пожара случилось возгорание в торгово-развлекательном комплексе «Слава». Огонь быстро потушили, но ситуация все же резонансная. По предварительным данным было выявлено нарушение техники безопасности при выполнении сварочных работ. «Проводились работы, что привело к пожару на первом этаже в Болерной. Также по предварительной информации у нас проводится доследственная проверка. Будет дана оценка обслуживающему персоналу, как в плане эвакуации из здания производилось. И также будет дана оценка всем работам, включая сварочным, которые проводились на данном объекте». Аналогичный пожар в Копейске произошел в октябре прошлого года в одном из сетевых магазинов. Там также велись сварочные работы. Чтобы избежать подобных возгораний, сотрудники пожарнадзора напоминают о соблюдении правил безопасности. Ремонт проводить только в случае, если помещение очищено от посторонних предметов, поблизости имеется вода и огнетушитель, а рабочие прошли инструктаж.